Всем привет, друзья! Какие вакансии наиболее востребованы на Западе в 2021 году? В прошлых видео мы проводили сравнительный анализ рынка труда в Европе в текущей ситуации. В сегодняшних реалиях работодатель еще больше нуждается в трудовых кадрах. Предприятия в некоторых странах вообще не закрывались. Например, в Польше и Швеции, особенно, где невозможно перевести сотрудников на удаленную работу, рабочие и студенческие визы с правом трудоустройства выдают в том же объеме, и люди едут на выбранные предприятия, где их ждут и стараются обеспечить наилучшие условия. Вы знаете, что жилье и медицинская страховка бесплатны. Также работодатель выплачивает бонусы и доплаты за переработку. Некоторые предоставляют бесплатные вкусные обеды. Итак, какие вакансии вы сможете выбрать для себя и неплохо заработать? Конечно же повара. Рынок доставки на дом растет. Рестораны и кафе работают, клиенты заказывают еду на дом. В среднем повар в Польше имеет от полутора тысяч евро, в Швеции от двух тысяч, в Норвегии от двух с половиной тысяч и выше. На рынке не хватает курьеров. Мы сделали несколько обзоров, не смотрели? Найдите в нашем плейлисте. Требуются курьеры. В той же Варшаве они имеют по 70-100 евро в день, бывает и больше. Подрабатывают студенты и приезжие из СНГ. Сварщики крайне востребованы, особенно профессионалы. В Германии, в Австрии, в Польше их доход стартует от 1300 евро, в Дании от 1700 евро и выше. Строители всегда нужны. Они хорошо зарабатывают. Внутренняя отделка, кровельщики, укладчики, плитки и маляры имеют от 1200 евро и выше. В Европе всегда нуждаются в косметологах и в мастерах маникюра, также в парикмахерах и массажистах. В среднем мастер маникюра с наработанной базой имеет от 1500 евро и выше. В Польше легко открыть свой салон и иметь более 4000 евро чистого дохода или работать на выезде. Официанты и кальянщики имеют от 1000 евро без учета чаевых. Часто эти позиции занимают приезжие из стран Средней Азии. В Европе огромное количество общин, где земляки поддерживают своих и помогают в социальной адаптации. Кроме того, в некоторых странах можно обойтись только со знанием русского языка. Хотите узнать о квалифицированных профессиях, например, врача или инженера? Ставьте лайк и напишите свой запрос в комментариях, и мы сделаем детальный обзор в ближайшем будущем. Оставайтесь с нами и рекомендуйте друзьям. Всем удачи в переезде!